Эдуард Асадов. Кроткие мужчины. Весенним утром четверо мужчин шагали на рыбалку оживленно. Нет, что за счастье, вымолвил один, что нам во след не увязались жены. Но до чего ж я, братцы, не люблю, когда во все стараются соваться, воспитывать тебя, распоряжаться, да хоть бы взять красавицу мою. И, задохнувшись от веселой злости, спасибо, дом достаточно далек. Он стал жене отсутствующей кости молоть буквально в пыли порошок. Другой сказал, бывает хуже, братцы. Подумаешь, супруга-командир, а ты рискни хоть годик пообщаться с женой, что вечно жаждет поругаться, да ленится. Нагуливая жир, придет с работы, час толчет картошку. А поторопишь, лучше и не тронь, так и пойдет на приступ с поварешкой. Из глаз огонь, изо рта. Огонь? Стоп, рявкнул третий, закрутив картинно свой черный ус. Все это кутерьма. Да нет, страшнее в жизни для мужчины, чем ревность жен, сводящая с ума. Вернулся поздно, а она не спит. Где? Трам-там-там. Тебя, мой милый, носит. И так тепло, и задушевно спросит, что сердце в пятки в ужасе летит. Четвертый же сурово пробасил. Да вы еще о главном не сказали. А главное, что лгут они, каналии. И сплетничают свыше всяких сил. Мою хоть в кипяток с размаху бросьте. Да ваших тоже шут меня дери. А через час прийди и посмотри. Кипят! А нам Примывают кости. Блеснула речка, весело вдали. Мужья от криков чуточку устали. И тут из сумок Завтраки достали, Которые им жены припасли. Костер зари. А плавя небосклон, Смотрел, как дружно Рыцари шагали. Те, что ни разу в жизни не болтали, Не сплетничали зря и не ругали Своих болтливых И ужасных жен.